Genesis GV80, первый кроссовер в истории марки, россиянам пришелся по нраву. А потому затягивать с расширением линейки корейцы не стали и привезли к нам второй SUV, среднеразмерный GV70. Перед ним стоит непростая задача сражаться с такими серьезными игроками, как Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Но в компании уверены, что новичок с ней справится. Мы считаем, что наш клиент нас найдет, выберет и не только благодаря фантастическому дизайну, всем технологическим инновациям, которые присутствуют в этом автомобиле, но и также благодаря абсолютно новому подходу. Моторная гамма GV70 включает два бензиновых двигателя и один дизель. Коробка передач, восьмиступенчатый автомат, привод полный. Уже в базе кроссовер может похвастать полностью светодиодной оптикой, бесключевым доступом, двухзонным климатом, камерой заднего вида с динамической разметкой, восьмидюймовой графической приборкой и массой других опций. Автомобиль уже продается. Его стартовая цена — 4 миллиона 150 тысяч рублей. Второй новинкой, представленной в ходе той же презентации, стал обновленный седан G70. Корейцы основательно поработали над его внешностью, слегка освежили интерьер и внедрили новую медиасистему, которая располагает большим тачскрином. Что же до техники, то здесь новшество одно. Вдобавок к двухлитровому турбомотору четырехдверка получила надувный V6. Рестайлинговый G70 тоже поступил к дилерам. В начальную комплектацию «Премьер» за 3 миллиона 100 тысяч рублей вошли 8 подушек безопасности, отделанные эко-кожей сиденья, запуск мотора с кнопки, камера заднего вида и 18-дюймовые колеса. «Хочу отметить также, что помимо седана у нас в линейке G70 мы планируем начать продажи шутинг-брейка. Это такой спортивный универсал, это вообще тоже нишевая история, но это на самом деле расширит наше предложение именно в сегменте G70 и, я думаю, еще больше укрепит позиции этой модели». Сроки появления в России пятидверного G70 пока не раскрываются, зато уже известно, что во второй половине 2022 года к нам приедет второе поколение флагманского седана G90. Кроме того, корейцы намерены активно расширять отдельную от Hyundai дилерскую сеть, а также развивать цифровые и телематические сервисы.